здравствуйте дорогие городники я не случайно назвал так своего видео сегодня я хочу поговорить о чудо препаратах чудо средствах которые зачастую предлагается нам использовать подкормить либо обработать свое растение и мы якобы должны завалиться в будущем урожаем на самом деле таких подкормок и таких средств нет и быть не может это становится понятным когда мы узнаем о физиологических потребностях растений в элементах питания о тех условиях в которых они должны расти и тех технологических приемах по формированию например растений поэтому нет и не может быть именно одного средства который заменит нам весь комплекс есть одно очень хорошее высказывание она гласит так что начинающий огородник ищет чудо удобрения а опытный огородник использует технологию например чтобы вырастить 100 килограмм томатов растений должны быть обеспечены доступными элементами питания в таком количестве азота 350 грамм фосфора 100 калий 400 кальция 150 магния 100 кроме этого должны быть еще обеспечены микроэлементами должен соблюдаться световой тепловой влажностной режимы а также растения должны грамотно формироваться и быть защищены от заболеваний и вредителей поэтому подкормка или какая-то обработка может быть эффективной только в том случае если она встроена в общую технологию выращивания сами технологии выращивания могут быть очень разными и зависит от применения минеральных и органических удобрений конструкций и сооружений для улучшения климатического режима например чисто органическое земледелие подразумевает одну технологию сочетание органических минеральных удобрений другую а чисто минеральное питание третью понятно что технологии питания в этих трех случаях будет сильно отличаться друг от друга лично я использую органы минеральное питание растений где органика является основным звеном и только в качестве корректирующих подкормок используется минеральное удобрение как по листве так и под корень кроме этого в моей технологии используются биостимуляторы которые корректируют физиологическое развитие растений и биопрепараты для защиты от болезней и вредителей на первый взгляд это звучит достаточно сложно на самом деле эта технология не требует большого объема уж каких-то средств и тем более титанических усилий каждый год я стараюсь свою технологию улучшать иногда отказываясь на мой взгляд от неэффективных приемов или средства или в нашу например новые наоборот приемы или новые препараты поэтому я прекрасно понимаю что никакая одна единственная подкормка не заменит всю технологию какой бы привлекательной на первый раз она не казалась поэтому если мы решили что-то сделать со своими растениями чем-то подкормить чем-то обработать свои растения мы должны понимать как это повлияет на общее физиологическое развитие растений поможет или может даже навредить нашим растениям сможет ли наше действие встроиться уже существующую нашу технологию который мы применяем и в существующую ситуацию с нашими растениями которые сложились на тот или иной период когда нам предлагается использовать ту или иную подкормку или той или иной обработку и только когда мы поймем что наши действия будет приводить к улучшению физиологического развития растений к улучшению и увеличению нашего урожая в дальнейшем только после этого мы можем внести то или иное действие в нашу общую технологию строить ее как один из маленьких кирпичиков которые позволят нам получить большой урожай надеюсь что сегодняшний мой разговор позволит многим отказаться от необдуманных каких-то применения средства которые вы увидели и для себя захотели применить благодаря красивым картинкам из интернета на этом сегодня все до свидания до скорых встреч